Органы прокуратуры должны пресекать разбазаривание и прямое расхищение бюджетных средств. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры. Глава государства дал оценку деятельности надзорного органа и обозначил план работы на нынешний год. Помимо борьбы с коррупцией, среди важных задач президент назвал противодействие неправомерному росту цен, а также практике задержки заработной платы. Павел Краснов продолжит тему. Минус 10%. Именно на такую величину в минувшем году в России сократилось число совершенных преступлений. Это можно считать одним из важных итогов года. Но для работников прокуратуры это все же не повод почивать на лаврах. 5 миллионов выявленных за год правонарушений, и это с учетом снижения, еще слишком много. Тем более, что нарушения закона порой касаются крайне чувствительных сфер. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованные завышения коммунальных платежей. Или на нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области. Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен. Но я говорю именно о экономически необоснованном, завышенном росте. Еще одна тема, которой пришлось заниматься сотрудникам ведомства, и которая затрагивает интересы миллионов людей, задержки заработной платы. Вы знаете, что три четверти нарушения трудовых прав граждан, выявленных прокурорами, связаны с оплатой труда. В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 миллиардов рублей долгов по заработной плате. Каждый руководитель собственных предприятий, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должны понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо. Прокуратура возбудила в прошлом году почти тысячу уголовных дел за невыплату зарплаты, но долги все равно остаются, причем зачастую тянутся годами. Своим подчиненным гемпрокурор поручил разобраться с каждым случаем задержки. А вот добросовестным предпринимателям бояться нечего. Прокуратура, напротив, должна позаботиться, чтобы их бизнес меньше подвергали необоснованным проверкам. Хотя помощь иногда требуется не только в этом. Чтобы получить от государства заработанное, бизнесменам порой тоже приходится обращаться в правоохранительные органы. Мы нередко сталкиваемся с оплатой неисполненных обязательств аффилированным структурам. А добросовестные исполнители вынуждены обращаться в суды для получения честно заработанных денег. Так в республике Мариэл погашена задолженность перед малыми предприятиями за социальные перевозки в сумме 60 миллионов рублей. Для них это огромные деньги. А всего за последние полтора года усилиями прокуроров бизнесменам погашено, только вдумайтесь, 40 миллиардов рублей долгов за выполненные ими работы и оказанные услуги. Борьба с коррупцией остается для прокуратуры одним из главных приоритетов. Причем в этой борьбе используются и новые инструменты, призванные заставить чиновников жить по средствам. Прокурору заявлено 30 исков в обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. По словам генпрокурора, общество ждет, что суммы в подобных исках будут куда выше. В то же время общественные инициативы в борьбе с коррупцией не должны подменять работу государства, убежден президент. Некоторые страны, претендующие на глобальное лидерство, а если быть более точным, то претендующие на глобальное господство, они начали внедрять практику создания так называемых антикоррупционных комитетов, параллельных органов власти, которые чаще всего используются не для того, для чего они созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере. Россия, разумеется, никогда не позволит ничего создать у себя, но в некоторых странах такие структуры уже созданы, восточноевропейских. Но для того, чтобы обеспечить интересы граждан и государства, самим нужно быть а. кристально честными и б. эффективными в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова. От эффективности прокуратуры, по словам Путина, во многом зависит уверенность людей в способности государства, защитить их интересы и отстоять закон. И это доверие, говорит президент, нужно оправдывать каждый день. Павел Краснов, Кирилл Зотов, Сергей Валетов, Первый канал.